гравитирует по сути не тела но в совокупности а каждая частица тела соответственно каждый атом гравитирует с каким-то другим атомом ну правильно вот из чего следует следующий вопрос если каждая частица отталкивается от каждой другой частицы почему у нас тела не разваливаются на составляющие на самом деле это очень хороший вопрос и все просто вот из-за того что каждая частица отталкивается от другой частицы у нас все частицы внутри тела находятся вот на таком расстоянии нам еще больше расстояние они очень друг от друга удалены вот мы воспринимаем какой-то кусок металла как будто он очень плотно так далее на самом деле если вот так внутрь идти и продвигаться то у нас все частицы очень далеко разнесены друг от друга и есть силы которые заставляют эти частицы удаляться но давайте посмотрим что будет во вселенной вот мы взяли пустое пространство и насытили его всякими частицами частиц у нас какие разные есть большие есть маленькие правильно они как-то разнеслись разнеслись друг от друга отодвинулись да и вот собственно от у нас здесь в комнату вот это вот здесь бросить она что будет делать где-то сильно друг от друга разнесется где-то будет чуть поближе друг вокруг друга летать да правильно если мы посмотрим на что это похоже когда что-то вокруг друг друга летают частицы такие друг вокруг друга летают здесь что-то держится друг за друга на больших расстояниях это как раз то что вот мы как раз вот заходим ватом смысле заходим в кусок металла да какое-то твердое тело тому то разнесены частицы друг от друга летают здесь есть дальше где-то пустые пространства между этими телами это все как бы результат вот это взаимодействие что из-за того что разные частицы у нас есть тела образованные тела сгустки есть раз пустые пространства у нас получается ну допустим берем два условно куска металла одинаковые по составу все дела одинаковые там набор количество частиц одинаковые по весу но как бы мы друг с другом там не пытались столкнуть они ну в плане в нормальной ситуации без каких-то там диких усилий у нас не получится их слепить по сути между ними и в одном и другом есть какие-то расстояния но если мы их соединим давай на каком уровне начнем соединять вот давай вот просто мы смотрим комнату да да и посмотрим галактику давай посмотрим космос состоящий из миллиардов галактик то допустим сферу вы два куска металла нам же не принципиально два куска металла просто берем два скопления масс больших это у нас у две галактики которые мы действительно не можем друг другу притолкнуть вот взаимодействие вот эти вот взвешенные частицы собравшиеся во что-то на уровне двух галактик мы их не можем притолкнуть они оттолкнулись и все оттолкнулась они заняли расстояние какие-то вот они висят эти две галактики а какие дела внутри двух галактик происходит вот они уже оттолкнулись они уже распределились максимум достигнут силовой равновесие такое силовой достигнут а может ли галактика в этом равновесии силовом вот она расплодна, может она вращаться? Ну да. Вот силы, да, не дают приблизиться, а вращаться-то она может. Может ли какая-то частица внутри там копошиться? Может, потому что силовое уже достигнуто. Она может и вращаться. Внутри нее может что-то происходить. Она может сама менять форму в каких-то там пределах. И частицы любые там могут обращаться. То есть твой вопрос, он как бы, тебе кажется, что его надо в комнате здесь применить? А он решается на максимуме, на уровне галактики решается. На уровне скопления вот этих. То есть, условно, мы не можем так близко приблизить частицы друг к другу, чтобы создалась какая-то взаимосвязь, и они не оттолкнулись друг от друга. Частицы всегда отталкиваются друг от друга? Да, про материю, так скажем. Мы не можем соединить два куска материи, достаточно плотной между собой. Исходно, ты говоришь сейчас про приталкивание или про притяжение? Я сейчас про даже до приталкивания, отталкивание. Так, отталкивание. Оно разлетелось, всё, но оно не может быть равномерной известью, потому что тела разные частицы, разное, оно сбивается в какие-то сгустки. Получаем какое-то заполнение от каких-то грузков. Я сейчас больше про частный, так скажем, случай. Внутри сгустка мы зашли в галактику, да? Ну, внутри сгустка мы зашли в галактику, внешние силы уже всё успокоились. Мы являемся телом, рядом с нами какое-то опытное тело, которое является из себя что? Является сгустком частиц, которые находятся в уравновешенном уже состоянии и внутри галактики, и в рамках космоса. Оно уравновешено, оно притолкнулись, вот эти частицы, друг к другу. Они не могут до конца притолкнуться, смеяться между ними по-прежнему гигантские расстояния по местным меркам, да, между этими частицами. Эти частицы на гигантских расстояниях, расположенные друг к другу, создают плотное тело в нашем понимании. Вот оно и есть. Оно в рамках силового взаимодействия полностью сформировано. Вопрос в чём? Нет, это всё понятно, это всё замечательно. Вот почему, ну, в нашем, ну, в том же самом частном случае, вот этот вот сгусток материи, по сути, сгусток вот этих атомов, молекул и так далее, один и второй мы их не можем совместить. Почему? Что мешает их... Ты про галактики сейчас. Галактики не можем, а тела можем совместить в рамках комнаты, пожалуйста. Ну, в рамках комнаты мы их совмещаем, но они так же легко разъединяются. А, слигнуть? Да, да, да. А вот одно, один этот сгусток разорвать достаточно проблематично. Вот что мешает вот этому вот... Вообще вопрос изначально про что был, про то, что у нас есть со школы представление о каких-то там кристаллических решётках и так далее. Каким образом вот эта вот решётка образовывается? Что мешает вот разваливанию тела? У нас есть вот каждая составляющая тела, но у нас ведь тело может быть, допустим, как в твоём аналоге это бы звучало так, либо цельное металлическое ядро, либо шарик, засыпанный мелкой дробью металлической, которая вот разваливается. Чем одно от другого отличается? Дискретно сюда, внутренне. То есть, у нас есть дробинка, она из целого металла, а здесь просто кусочки, да? Как образуется дробинка? Ну, у нас вот это материаловедение. У нас есть наука, которая это объясняет. Ну, в принципе, это всё на уровне связи. Вот у нас любая частица – это планетарная система. Планетарная система, она собирается так же, как вот в галактике образно. Ну, принцип один силовой. У нас есть самая сильная связь, они внутри. Когда мы собрали вот планетарную систему из большого тела, 7 единиц и 3 единицы, да? У нас разница 4 единицы свободных, да? Этими четырьмя единицами мы можем цепляться за другое тело, да? У нас разряжённая, как бы, область, да? Мы можем за другое тело цепляться. Мы привыкли здесь разговаривать именно в терминах притяжения, потому что вот эту вот объёмную схему приталкивания, её к ней ещё привыкать придётся. Просто в рамках схемы притяжения, то есть вот этой вот пришкольной программы, вот эти вот свободные частицы, вот эта разница. Вот я это могу себе представить хоть как-то. А в рамках, ну, теории отталкивания и приталкивания, соответственно, по ломоносу у меня вот эта вот картинка не может... Здесь, грубо говоря, чем разница притяжения прямого и приталкивания? На прямом притяжении у нас просто есть формула для взаимодействия двух тел. А приталкивание – та же формула, которая получилась из отталкивания из дне и частного отталкивания. Но результат – первое плюс второе равно третье. Вот третье будет такое же, как при обычном притяжении. Поэтому, если ничего не меняется в этом смысле, можно просто пользоваться аналогом притяжения для объяснения. Грубо говоря, если формула всё равно одна, ну, взаимодействие двух зарядов, закон Кулона – одна и та же формула, что и гравитация. То есть здесь вполне можно пойти вот по этой аналогии, по закону Кулона или по гравитации объяснять через притяжение. Просто объяснять на притяжение, если что, мы можем это всё пересчитать на приталкивание, но это будет сложнее, нам придётся считывать силы от комплекса. Вот на прямом притяжении у нас остаётся, если через притяжение объяснять, у нас остаётся вот этот хвостик силовой, этот силовой хвостик активный, да, это две поглощённые там, часть поглощённых единиц, часть активных. Этим хвостиком он может зацепиться дальше. В зависимости от этих связей у нас взаимодействие со следующей такой же единицей. Мы можем создать кристаллическую решётку, либо связь более рыхлую какую-то и так далее. И при взаимодействии с следующим будет опять какой-то хвостик остаточный. И дальше, самая последняя связь, они будут маленькие. Ну, в результате вот этого всего мы получаем либо там кристаллическое какое-то зерно, либо, ну, соответствующую следующую структуру. Это материаловедение, туда надо идти с этими подробностями. С этим плюс-минус разобрались, как вот эти вот, так скажем, решётки создаются. Вот. А другой момент в чём? Одно ядро состоит из каких-то маленьких частиц. То есть на поверхности есть какая-то... Ну, просто на данный момент, когда ты сопрягаешь, у тебя нету связи. Между первым и вторым. Почему они не образуются, а образуются... Почему они не образуются? При приближении образуются. Ну, они образуются, во-первых, у тебя площадь соприкосновения какая? Маленькая, маленькая. И у тебя отсутствует прямая сила вот тут по отталкиванию, у тебя как бы расталкивание. Если бы у тебя было прямое притяжение, у тебя бы всё получалось. У тебя бы одна частица прямо тянулась к другой, слиплялась. И ты вот взял просто два стальных кусочка и так... И они у тебя так... Сначала слиплись, потом начали втекать в друг друга, несмотря ни на что. Потому что здесь силы растут. Как вот показывают, как вот эти интересные материалы друг друга обволакивают и втекают. Вот именно так бы твёрдый материал тёк бы всё равно. Потому что внутренняя сила больше. Этому попрепятствовать было невозможно. Кристаллические решётки, по сути, они как бы в нашем мире... Это просто мы так придумали обозначать, чтобы было понятнее всем. Вот на самом же деле их как бы не существует. Существует. Так, тогда и вообще всё это... То есть у нас просто нет дискретных связей между молекулами. Ну там между атомами. Вот. Соответственно... Ну, а кристаллические решётки, насколько я... понимаю всё это определение, это какие-то реально дискретные связи? Ну, то есть как... Дискретная связь, то есть как понимаешь? Ну, как можно сказать, верёвки, которые объединяют две части. У нас никаких верёвок вообще нету никогда. Это, ну, это условное соединение нарисовано. На самом деле этого не существует. Вот соединение этих нет в решётках. Это полевое соединение. Ну, у тебя... Есть внутреннее взаимодействие, ну, есть планетарная система, которая машет магнитиком, грубо говоря, на хвостике, да? Не на хвостике, а на поле, магнитиком. И этот магнитик может зацепиться с парой соседней. Тогда тебе будет трудно разорвать эти две планетарных системы. Они зацепились, да? И вот они вот так вот обращаются, да? Один магнитик, другой вот так вот. Они же не... Когда зацепились, они не стали к лом, они продолжают обращаться. Когда тут много вот этого, они обращаются все в системе. Вот эти вот... Внешний контур зацепления, он везде одинаковый. И в результате вот это вот и есть кристаллическая решётка. Там нету вот этих верёвочек. Это однозначно, это просто образная подача материала в учебнике. Ну, для большей наглядности. Ну, как диполь никто не воспринимает. Вот взаимодействие материи, вещественные, как вот строение дипольное не воспринимает. Вот мы же беседовали с физиками. И они там, какой диполь, как это может быть? Они просто даже не допускают эту возможность. У них воображаемый мир, в котором они рисуют вот эти палочки. Исторические решётки. Она не дипольна у них в изображениях. Ну, она, единственное, она, либо это волшебная конструкция, либо это силовая. Если силовая, значит, есть силы. Если силы, они могут быть передаваемы через поле, через расстояние. Значит, это обращение. По-другому никак. Нет сценария другого. Если кран, это тоже всё уже сказанное. Получается, любую материю, по сути, можно рассматривать в рамках, ну, по сути, планетарной системы. Да. То есть, ну, условно, одно ядро, это одна, там, Вселенная, второе, ну, не Вселенная, а Галактика. Второе ядро, это вторая Галактика. И столкнуть их мы можем, но они как бы друг от друга отталкиваются, поэтому не соединяются. Потому что они, по сути, уравновешены внутри себя. На микроуровне, ну, как анала с графиками, он приемлемый здесь, ну, как бы есть различия маленького, да, есть, но приемлемый, сомнение такое. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...